Запускал первый спутник Земли и отправлял в космос Гагарина. Полковник Анатолий Анатольевич Корешков посвятил космодрому Байконур 22 года. Стоял у истоков космической отрасли. Признаётся, самым ярким событием был полёт первого космонавта. Не забыть все самые минуты перед самым стартом, когда он сидел уже в ракете. Ракета была заправлена в топливо. И оставалось пять минут до старта, и наступила тишина. 60-летний юбилей космодрома Байконур в этом году – повод для особой радости. Первые открытия и победы в космосе начались именно там. Владимир Грибанов строил объекты комплекса «Энергия Буран». Готовил объекты проекта «Союз Аполлон». Уверен, что главное открытие для нашей страны ещё впереди. Пока ещё, если говорить о России, пока ещё используется то, что сделал король. Думаю, вот Ангара, может, что-то новое даст. Помочь вырастить новое поколение покорителей космоса призвана акция «Всемирная неделя космоса», которая ежегодно проходит в октябре. К ней присоединилось уже более 90 стран. Владимир в числе постоянных участников. Каждый год выбирается тема «Всемирная неделя космоса». И в этом году это тема «Дискавери», «Открытие». И, в общем-то, прежде всего мы говорим о тех открытиях, которые сделаны в космосе с помощью автоматических межпланетных станций, космических и больших наземных телескопов. Неделя, приуроченная к особым датам в истории освоения космоса, памятным для нашей страны. В этом году их несколько. Запуск первого искусственного спутника Земли, который вывели на орбиту 4 октября 1957 года. Успешное возвращение на Землю собак-космонавтов «Белки и Стрелки» и 50-летие первого выхода человека в космос. В рамках недели Владимирский планетарий организовал познавательные лекции, сеансы, выставки. А сегодня Владимирских старшеклассников из клубов по месту жительства вызвали на космический ритм. Пять команд-участниц отвечают на каверзные вопросы по астрономии и космонавтике. Тема космонавтики, ну это загадочно очень и интересно. То есть никто не знает, что там на самом деле дальше за пределами нашей Вселенной. Всего пять раундов. Узнать в лицо космонавтов и разобраться в кассе звездного неба. Задача не из легких. По крайней мере, хотя бы 10% из этого точно не знали. Организаторы говорят, для этого конкурса важно не первое место, а знание и общение, которое получают подростки. Неделя космоса завершится в субботу.